Уравнение Эйнштейна общей теории относительности чрезвычайно сложно анализировать из-за их нелинейности и многокомпонентности. Удивительно, что Шварцшильд нашёл решение для сферически симметричного тела всего через несколько недель после публикации Эйнштейном теории. Но даже само решение Шварцшильда надо ещё проанализировать, чтобы понять, каким следствием оно приводит. И для упрощения такого анализа, вместо детального математического разбора на уровне формул, широкое распространение получил метод-диаграмм. Оказывается, многие нетривиальные следствия теории можно понять, просто анализируя диаграммы. Давайте нарисуем самую простую. По горизонтали у нас отложены координаты, а по вертикали – время. Траектория удалённого неподвижного наблюдателя на такой диаграмме будет просто прямой вертикальной линией. Она означает, что по прошествии времени его координаты не меняются. И если у нас имеется чёрная дыра с центром в точке r равной нулю, то у нас ещё имеется и горизонт событий на расстоянии r равен 2 мж. Из метрики Шварцшильда можно видеть, что на большом удалении чёрной дыры, то есть когда величина r большая, много больше 2 мж, то величина 2 мж делённой на r стремится к нулю, а множитель в скобочке к единице. Метрика будет стремиться к плоской метрике пространства времени Минковского. Специальная теория относительности. Как будет для внешнего удалённого наблюдателя выглядеть траектория падающего в чёрную дыру наблюдателя? Его траектория будет приближаться к горизонту событий, но никогда не пересечёт его. Между тем, если падающий наблюдатель испускает периодические сигналы удалённому наблюдателю, то они будут приходить к нему всё реже и реже, и в конце концов исчезнут. Мы проанализируем эту ситуацию подробнее чуть позже, в других координатах. Если мы посмотрим на вид метрики Шварцшильда, то увидим, что у неё имеются две особые точки. Первая при координате r равен 2 мж, компонента метрики при dt квадрат становится нулевой, а компонента при dr квадрат бесконечный. Данная особая точка, точнее поверхность, соответствует горизонту событий чёрной дыры. Вторая особая точка это r равная нулю, при ней компонента при dt квадрат становится бесконечной. И данная точка, которая на самом деле тоже не точка, она называется сингулярностью. Эти две особенности в метрике при r равен 2 мж и при r равен нулю неэквивалентны друг другу. Оказывается, что бесконечности и нули в метрике, соответствующие координате r равен 2 мж, то есть горизонту событий, возникают просто из-за особенностей, используемых систем координат. Можно перейти в другую систему координат, в которой горизонт событий анализировать удобнее, что мы и сделаем. Но для начала давайте разберём систему координат привычного плоского пространства. Самая простая это декартовая система координат. Задается прямоугольная сетка x равен нулю, x равен один, x равен два, x равен три, и y равен нулю, y равен один, y равен два. Можно перейти в полярную систему координат с координатами r и φ. Линии с постоянной координатой r становятся окружностями. r равен один, r равен два, r равен три. А угловая переменная φ соответствует линиям, исходящим из начала координат. Видно, что в полярной системе координат точка r равен нулю является особенной. В ней байсные векторы, строго говоря, не определены. Но если мы вернёмся в декартовую систему координат, то увидим, что с точкой в начале координат всё в порядке. Это просто особенность полярной системы координат. Специальной теорией относительности пространства-время плоской и аналогом декартовой системы координат являются диаграммы Минковского. У нас также имеется прямоугольная сетка t равен нулю, t равен один, t равен два, и x равен нулю, x равен один, x равен два. Для перехода из декартовой системы координат в полярную пользуются уравнением окружности x квадрат плюс y квадрат равен r квадрат, где x равен r косинус φ, а y равен r синус φ. Однако в пространстве Минковского аналогом уравнения окружности будет уравнение для пространственного временного интервала t квадрат минус x квадрат равен ρ квадрат. Из-за знака минус в уравнении окружности переходит в гиперболы, и аналогом полярной системы координат у нас будет гиперболическая система координат. x равен ρ, косинус гиперболический ω, t равен ρ, синус гиперболический ω. Линиями с постоянной координатой ρ будут гиперболы. ρ равен 1, ρ равен 2, ρ равен 3. Специальной теорией относительности такая система координат называется равноускоренной. Наблюдатель, движущийся с постоянным ускорением, движется по такой гиперболе. Угловой переменной ω будут также соответствовать линии из начала координат. Чем удобна такая гиперболическая равноускоренная система координат при описании чёрных дыр? Общая теория относительности построена Эйнштейном из принципа эквивалентности, который гласит, что локально гравитация неотличима от ускорения. Стоя на поверхности Земли, мы испытываем действие гравитационного поля. Но то же самое будет, если, скажем, ракета будет лететь с постоянным ускорением 9,8 мс2. Или наоборот, если мы будем свободно падать в гравитационном поле Земли, то наши ускоренные движения компенсируют гравитацию, и мы будем ощущать себя в невесомости, как будто гравитации вообще нет. Ну, как космонавты на МКС, например. В общем, гравитация и ускорение тесно связаны. Метрика также записывается через конкретную систему координат. И некоторые особенные точки могут быть на самом деле обусловлены просто неподходящим выбором системы координат. Поэтому давайте перейдём от системы координат t, r, используемых в метрике Шварцшильда, к другим, более удобным для анализа горизонта событий чёрной дыры координатам, координатам Крускала-Секериша. Вот такие довольно сложные формулы перехода у нас имеются. От шварцшильдовских координат t, r координатам Крускала, t, x. У нас присутствуют все те же гиперболические синус и косинус. Ну и ещё кое-какие факторы, потому что пространство-время, описываемое метрикой Шварцшильда, не является плоским, в отличие от пространства-времени Минковского, специальной теории относительности. Гипербола в таких координатах также представляет собой линию с постоянным шварцшильдовским радиальным параметром r. Ну, потому что если пытаться удержаться на определённом расстоянии от чёрной дыры, то всё равно, что стоять на поверхности Земли, то есть аналогично ускоренному движению. При уменьшении радиальной координаты происходит то, что показано на анимации синей линии. Горизонт событий в таких координатах находится на диагональной линии, под углом 45 градусов. И мы видим, что никаких проблем не возникает при пересечении горизонта событий. Координата r уменьшается вплоть до r равен нулю, до сингулярности. Серым вверху на анимации она показана. Давайте более детально разберём, что происходит с точки зрения удалённого наблюдателя и с точки зрения падающего в чёрную дыру наблюдателя. Нарисуем нашу координатную сетку в терминах гиперболического расстояния ρ и угла ω. Гипербола описывает координатную сетку ρ равен 1, ρ равен 2, ρ равен 3. Угловая координата ω будет представляться прямыми линиями из центра. Омега равен нулю, омега равен 1, омега равен 2, омега равен 3. И линия омега равной бесконечности будет линией светового конуса. Линия под углом 45 градусов. Омега в данных координатах аналогична переменной t времени. Что у нас будет в верхнем квадранте? В нём ρ квадрат оказывается меньше нуля. Вспомните уравнение для гипербола. t квадрат минус x квадрат равен ρ квадрат. И в отличие от круга в полярных координатах в данном случае, ρ квадрат может быть и отрицательной величиной. В исходных координатах Швардшильда данная область соответствует величинам r меньше 2 мж, то есть пространству времени за горизонтом событий внутри чёрной дыры. Сам горизонт событий в таких координатах представляется линией под углом 45 градусов, разделяющей эти две области. Иногда можно услышать утверждение, что после пересечения горизонта событий, пространство и время меняются местами. Это не следует понимать буквально, просто пространственные времена и координаты меняют знак на противоположный. Пространственно подобные интервалы становятся временеподобными и наоборот. То же самое можно видеть и в самой метрике Швардшильда. При радиусе меньше радиуса Швардшильда множитель в скобках будет отрицательным, и знак в метрике при dr квадрат и при dt квадрат поменяется. Это просто координатная особенность. В Швардшильдовской координате r, равной 0, сингулярности также соответствует гипербола. Она будет находиться здесь, вверху. И заметьте, что поскольку, условно говоря, пространство и время поменялись местами после пересечения горизонта событий, сингулярность больше похожа на момент времени, а не на точку в пространстве. В том смысле, что после пересечения горизонта событий мы не можем избежать столкновений с сингулярностью. По аналогии, как мы не можем избежать наступления будущего момента времени. Особенностью диаграммы Крускала-Секериша и ее преимуществом является то, что траектории светового луча на ней соответствует линиям под углом 45 градусов, световой конус, точно так же, как на диаграмме Минковского, специальной теории относительности. Поэтому удобно анализировать, как будет вести себя свет, всякие причины следственной связи, и поэтому можно наглядно видеть, что если бы мы оказались за горизонтом событий, то даже испущенный свет неизбежно попадет в сингулярность. Нет способа выбраться или послать сигнал назад из черной дыры за горизонт событий в правый квадрант. Итак, пространство-время снаружи черной дыры представляется правым квадрантом, пространство-время внутри черной дыры – верхним квадрантом. Пусть Алиса падает в черную дыру вот по такой траектории, например. Угловая координата, соответствующая времени, представляется линиями из центра. И линия под углом 45 градусов соответствует тра-н бесконечности, ну или точнее омега равной бесконечности. Поэтому с одной стороны можно подумать, что Алисе нужно бесконечное количество времени, чтобы пересечь горизонт. Но на самом деле, как мы видим, она не имеет никаких проблем с пересечением горизонта. Но что видит Боб, находящийся вдали от черной дыры и наблюдающий за Алисой? Пусть он находится на постоянном расстоянии от черной дыры, то есть на гиперболе в данных координатах. Испускаемый Алисой свет, и сигналы доходят до него, но он никогда не увидит, что Алиса пересечёт горизонт событий. С течением времени он будет видеть, что Алиса приближается к горизонту, но всё медленнее и медленнее. Он видит, что все процессы замедляются во времени. Её сердцебиение, и в том числе частота испускаемых Алисой фотонов. Можно мыслить такое странное расхождение наблюдений Алисы и Боба просто особенностью координат. Но с другой стороны, Боб действительно будет так видеть. Однако то, что он будет так видеть, не означает, что Алиса не пересечёт горизонт событий. Давайте теперь посмотрим, что будет происходить с точки зрения Алисы. Свет от Боба доходит до неё перед тем, как она пересечёт горизонт событий. Алиса видит Боба. Но смотрите, что происходит после пересечения горизонта событий. Алиса также продолжает видеть Боба. Свет от Боба также будет доходить до неё. И для нее Боб не будет ни замедляться, ни ускоряться, с ее точки зрения вообще ничего необычного не происходит при пересечении горизонта событий. Она как видела Боба, так и продолжает его видеть. Она продолжит его видеть вплоть до того момента, пока не столкнется с сингулярностью, хотя Боб никогда не увидит, как она пересекает горизонт событий. Кажущийся парадокс, но его нет, как и во всех псевдопарадоксах специальной теории относительности и общей теории относительности. Еще кратко отметим два момента. Первое, это то, что мы пока игнорируем нижние два квадранта диаграммы, потому что в нашей реальной Вселенной они не соответствуют ничему физическому. И второе, можно показать, что кривизна пространства времени у горизонта событий пропорциональна величине единицы деленной на радиус Шваршида в квадрате. То есть при достаточно большой черной дыре, такой как в центре нашей галактики, скажем, кривизна пространства времени на горизонте событий чрезвычайно мала. Она практически нулевая, и само пространство времени на горизонте практически плоское. Никаких гигантских приливных сил, разрывающих Алису при пересечении горизонта событий нет. Вообще нет никаких псевдосил, там она вообще не замечает пересечения горизонта событий, если черная дыра достаточно большая. Но при приближении к сингулярности, при R стремящейся к нулю, кривизна стремится к бесконечности, и соответственно приливные силы становятся огромными. Они разорвут Алису до того, как она непосредственно столкнется с сингулярностью. Но не на горизонте. Редактор субтитров А.Семкин